Четыре способа обесценить себя в глазах мужчины. Вот такая интересная тема, обязательно досмотрите ее до конца. Если вы ведете себя таким образом, потом не жалуйтесь, что вы несчастливы, что у вас что-то не так складывается в отношениях с мужчинами, и не разводите руками. Давайте начнем с первого очень важного пункта. Самый лучший способ обесценить себя в глазах мужчины – продемонстрировать ему отсутствие границ личного пространства. А границы личного пространства могут быть совершенно разными. Это эмоционально-психологические границы. Когда, например, в отношениях с мужчиной вы позволяете ему обесценивать ваши чувства, эмоции, когда вы позволяете манипулировать собой, делаете вид, что ничего не происходит, когда мужчина проявляет себя эмоционально, нестабильно, заставляет вас оказываться в эмоциональных качелях, то приближает вас ближе, то дистанцирует и так далее. Или, например, вы находитесь рядом с мужчиной, который постоянно нарушает ваши интеллектуальные границы, обесценивает ваши знания, мысли, мнения, поступки, действия, но вы продолжаете быть с этим мужчиной. Обесценка уже началась. А дальше мы можем добавить сюда обесценивание через нарушение физических границ, экономические границы, сексуальные границы. То есть, в принципе, границы личного пространства женщины – это залог ее счастливой жизни. Это фундамент, это основа, без которой никто из вас не сможет стать счастливым. Я, знаете, очень часто говорю про границы личного пространства. У меня даже на программе, у меня такая одна удобная или уникальная, есть отдельный вебинар, посвященный границам личного пространства. Как они формируются, как отстаиваются, как женщине научиться управлять границами личного пространства, каких видов они бывают, как нарушаются, почему вы притягиваете к себе мужчин, которые постоянно нарушают ваши границы. Если вам это интересно и вы хотите изменить свою жизнь, под этим видео ссылка, переходите по ней. И из любой точки мира бесплатно принимайте участие. Так вот, я, знаете, в своей практике очень часто встречаю людей, женщин, которые живут без границ личного пространства. И это настолько явно выражено, что женщина дает возможность самоопределяться мужчине в деструктивном поведении рядом с ней. Это катастрофа. Это то же самое, что у вас постоянно открыта входная дверь в вашу квартиру. И абсолютно любой человек может туда пройти. Это то же самое, что вы оставляете свои вещи без присмотра. Это то же самое, что вы ходите обнаженный по улице. Вот, в принципе, невозможно определить какую-то ценность личностную в глазах мужчины, если границ личного пространства у вас просто нет. Следующий очень важный момент, связанный с обесцениваемым, это второй пункт. Это, конечно же, показать своему мужчине отсутствие собственных ценностей. Что такое ценности для человека? Вот, я могу сказать про свои ценности. Безусловно, у меня есть ценности, связанные с моим окружением. То есть для меня важно, чтобы вокруг меня были люди, которые разделяют мои взгляды на жизнь, для которых важна семья, достижение целей, бизнес, развитие, взаимопомощь, выручка, сострадание, милосердие, порядочность, ответственность. И ты окружаешь себя такими людьми. Вот у каждой женщины этот список ценностей должен быть проявлен. Напишите в комментариях, какие ценности есть у вас и соответствуют ли ваш мужчина тем ценностям, которые вы себе сформировали. Почему это важно? Потому что когда вы обнаруживаете, что мужчина, находящийся рядом с вами, это абсолютная противоположность вашим ценностям. Например, одной из ваших ценностей является желание быть в отношениях с мужчиной, который умеет сдерживать слово. То есть он дает слово и сдерживает его. Но при этом вы обнаруживаете, что ваш мужчина это абсолютный балабол, безответственный, который дает слово и никогда его не сдерживает. Он отменяет встречи с вами, он переносит планы, он не дает никакой определенности в ваших отношениях, в развитии. И вы обнаруживаете, что рядом с таким человеком просто-напросто небезопасно находиться. Но вы продолжаете находиться с ним. Это самое настоящее собственноручное обесценивание женщины. То есть вы даете повод мужчине относиться к вам так. С вами так можно. С вами нельзя по-другому. Вы мечтаете о мужчине, который будет вам верным, преданным, но при этом обнаруживаете, что он постоянно взаимодействует с другими женщинами, общается с ними и флиртует. Ну а ваша ценность, чтобы ваш мужчина был не таким, вы продолжаете с ним быть. Так вот, как только мужчина почувствует, что у вас нет никаких ценностей в жизни, что вы обезличены, он начнет вашу собственную обесценку. Он будет это делать планомерно до тех пор, пока вы не скатитесь на самое дно своего существования. Пока вы не взводите и не будете кричать, что мне делать, помогите. Почему мне так не везет? Почему у меня так много проблем в отношениях? Третий способ обесценить себя в глазах мужчины – это закрывать глаза на его недостойное поведение. И это вообще одна из самых любимых привычек женщины. То есть вы в прямом смысле слова обнаруживаете в своем мужчине недостойное поведение, которое вам причиняет боль, и продолжаете с этим мужчиной спать, ухаживать за ним, заботиться, хранить ему верность и так далее, и так далее. А что относится к недостойному поведению? Ну, например, как я уже и сказал, мужчина может сидеть на сайтах знакомств, переписываться с другими женщинами. У него может быть любовница, он может вас бить, он может не зарабатывать деньги, он может быть тунеядцем, он может быть безответственным, он может быть каким угодно. Это все относится алкоголиком, наркоманом к безответственному отношению, к недостойному поведению мужчины. И когда вы продолжаете контакт с таким мужчиной, вы обесцениваете себя. А самое интересное, что такие женщины очень часто задаются вопросом, как мне изменить этого человека? Это самый ужасный вопрос, который может задать такая женщина. Вы не думаете над тем, как мне обрести значимость своей личности, как мне сформировать в себе ценности, как мне научиться быть психологически зрелой и не быть в отношениях с мужчинами, где мне плохо, где я страдаю. И это самое распространенное желание женщин, которые хотят изменить кого-то, чтобы на основании изменений в другом человеке поменять его отношение к себе. Нет, такого не будет. А если мужчина сделал что-то недостойное, а потом извиняется и сожалеет, что сделал это? Нет, подожди. Одно дело, когда мужчина совершил какой-то недостойный поступок, и он понял, что он причиняет этим самым боль, а как он это понял? Женщина ему озвучивает, что мне больно, мне неприятно, со мной так нельзя, я с этим не буду соглашаться и мириться. Вплоть до того, что она где-то даже директивно говорит, что если это еще раз повторится, я буду вынужден прекратить наши отношения, я с этим не смогу с тобой быть. Это неприемлемо для меня. Возможно, это приемлемо было для тебя в других отношениях, но со мной так нельзя. Это говорит о чем? О том, что у женщины есть границы личного пространства, она очень хорошо их чувствует, у нее есть ценности, о которых мы уже говорили сегодня. Она, ориентируясь на это, высказывает свое мнение. Если этот мужчина адекватен, он никогда не будет повторять таких действий, потому что он пришел в отношения не для того, чтобы самоутверждаться, а для того, чтобы быть в полноправных отношениях, быть любящим, любимым мужчиной, заботливым, получать заботу от женщины. А когда это постоянная норма, то, конечно, что в таких отношениях делать? И женщина это все терпит. Вот я тебе даже приведу пример тех женщин, которые приходят ко мне на программу «Удобно или уникально». Вот она слушает, 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 в конце говорит, «Ну а что же делать, если он, например, изменил мне уже семь раз?» Но если ты семь раз показала ему, что так можно, так можно, ну, конечно, он будет себя так вести. Вот я расскажу другую историю. Женщина, там не было измены физической, там была такая измена, знаешь, морально-душевная, когда мужчина начал отношения с другой девушкой, переписки, встречи, они ходили пить кофе, ходили в кино даже вместе, там один раз чуть не поцеловались в губке, вот, и женщина это все вовремя обнаружила. А у них ребенок маленький. И сбой в отношениях пошел как раз-таки после рождения ребенка. И она молча собрала вещи и уехала, ничего не обсуждая. Это аргумент для мужчины, ну, чтобы он понял, что так с ней нельзя. Ему понадобилось почти 7 месяцев, чтобы эту женщину вернуть обратно. Но не просто вернуть обратно, это была и психотерапия совместная, причем она ходила к терапевту ООН, потому что действительно там были основания, как бы, ну, можно было даже где-то понять мужчину, почему он так себя повел. А с другой стороны, можно было понимать, почему женщина его так себе вела, что она его немножко оттолкнула от себя. Там очень много взаимосвязанных таких ошибок было. Но это показатель того, что у женщины есть четкое понимание того, как она хочет жить. А у большинства женщин такого четкого понимания нет. Личных границ нет, ценностей нет. И, конечно, закрывают глаза на недостойное поведение. Следующий очень важный момент. Это когда женщина ставит свои интересы на самый последний план в своей жизни. То есть интересы мужчины первичны, а ее интересы вторичны. Это не говорит о том, что женщина должна превратиться в эгоистку и сделать все исключительно для себя. Нет. Но должно быть четкое разграничение. Где есть мои интересы? Где есть забота о себе самой? Где есть удовлетворение моих потребностей, моих нужд? Где есть удовлетворение потребностей мужчины? То есть, другими словами, если женщина жертвует заботой о себе, своим развитием ради мужчины, мужчина это воспринимает как должное и обесценивает женщину. Она становится неинтересной для него. Он утрачивает какое-то притяжение к этой женщине. Ему становится скучно с ней. Он понимает, что все, что происходит в его жизни, это какая-то его сумасшедшая заслуга. Потому что мужчины такое поведение женщины считывают как собственное величие. То есть, это я такой крутой, и она обязана мне. И вот в таком отношении женщина очень часто напоминает мужчине маму. И с одной стороны, ему комфортно, потому что он считывает в проявлении своей женщины родительскую энергию. А с другой стороны, у него пропадает интерес, потому что к родителю не возникает сексуального влечения, не возникает желания быть в отношениях очень близких. И получается замкнутый круг. С одной стороны, да, классно, мамочка такая. Все отказывает во всем себе, все только для меня. А если все для меня, ну зачем мне тогда интересоваться эта женщина? У нее все прекрасно и замечательно. То есть, он отстраняется от нее. Женщина это воспринимает как катастрофу. И причины могут быть абсолютно разными. Почему, например, женщина может пойти в обесценивание собственной личности? Детские травмы, родительство, возрастная психология и так далее. Когда женщина эту значимость обнаруживает через «заслужи», то есть, соответствуемым требованиям, делая это, как я скажу, «вкалывай, вкладывайся, чтобы заслужить любовь». Следующий момент важный. Возможно, это где-то даже такой избегающий тип личности, когда женщина бессознательно делает все возможное, чтобы мужчину не приближать к себе, а наоборот, дистанцироваться от него, потому что есть страх близких отношений. А возможно, проблемы с психосексуальным развитием. То есть, проблемы могут быть совершенно разными. Я об этом очень подробно рассказываю на программе «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится у меня в описании под этим видео. После просмотра ролика переходите по ней, регистрируйтесь бесплатно из любой точки мира, принимайте участие. Я помню, у меня был такой случай в терапии, когда женщина пришла и говорит, «Вы знаете, я была в отношениях с мужчиной 17 лет. У нас двое детей, все было здорово и прекрасно. Это был потрясающий мужчина. У нас были потрясающие отношения с ним. Я его очень сильно любил, он очень сильно любил меня, но он погиб. Его сейчас нет. И я много лет не могла решиться на отношения с мужчиной, а сейчас понимаю, что мне это действительно необходимо». Ну а вот второй роман у меня заканчивается разочарованием. Появляются мужчины в жизни, которые меня не ценят, не уважают, не заботятся обо мне, не воспринимают меня как должное. Я себя с ними не чувствую счастливой. Я постоянно сравниваю их со своим мужчиной. Почему она себя так ладно вела? Первое. Ориентация на детей. В терапии выяснилось, что она действительно считает себя неполноценной женщиной, потому что у нее есть дети, потому что она вдова, потому что современные мужчины, не каждый захочет взять ответственность за чужих детей, потому что у нее уже большой опыт жизни с другим мужчиной и так далее. И она из-за своей собственной неуверенности начала жертвовать собой в отношениях с мужчиной, закрывала глаза на то, что он не сдерживает слова, закрывала глаза на какие-то недостойные поступки, забывала о себе, ставила его на первое место, себя куда-нибудь на последнее. И с одним, и со вторым. И вот таких женщин тоже миллионы, когда вы бессознательно из-за собственной неуверенности в себе выбираете мужчин, которые к вам относятся не совсем так, как вы хотели бы. И следующий момент важный. Даже в отношениях с этой, вот в терапии с этой женщиной, выяснился еще один очень тонкий момент. Она любила своего мужчину. По ее рассказам, в семье присутствовала верность, забота и внимание. И она бессознательно, представляете, выбирала себе мужчин, в которых разочаровывалась, чтобы не войти в близкие отношения с другим мужчиной. И в этом был очень глубокий смысл сохранить верность своему бывшему мужу. Она до сих пор хранила верность уже покойному человеку, мертвому человеку, считая, что если она позволит себе быть счастливой в других отношениях, это будет предательством. Поэтому бессознательно тянула к себе разный отброс для того, чтобы разочаровываться и не входить в близкий контакт с ними. Вот такие тонкие психологические игры, они присутствуют в жизни каждого человека. Просто кто-то их вовремя обнаруживает и меняет процесс и путь жизненный, а кто-то ориентируется на эти игры до конца своих дней. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, если вы чувствуете, что в отношениях с мужчиной вы обесценились как личность, если вы не чувствуете себя женщиной, хромает ваша самооценка, первое, с чего нужно начать, это отбросить мысль и желание изменить мужчину. Точка. Ваш мужчина – это ваше отражение. Это отражение вашего отношения к себе. Второй момент важный – целенаправленно сконцентрироваться на собственной терапии. Если вы готовы принять мою помощь, я готов ее оказать. Еще раз напоминаю, ссылка в описании под этим видео.